Добрый день, уважаемые жители Республики Сахай-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженной. Отмечается некоторое снижение выявленных новых случаев новой коронавирусной инфекции. Сегодня зафиксировано 263 новых случая. 116 случаев сохраняются в столице нашей Республики, а продолжается сохранение большого количества случаев в Мернинском, Нерингринском, Молданском и Хангаласском и Луси. Необходимо обратить внимание, что в основном в Лусах на сегодня фиксируется от 1 до 5 случаев групповых заболеваний на территории Республики. За этот период у нас новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Хотела бы обратить внимание на то, что уменьшается количество людей, находящихся в тяжелом состоянии. Сегодня у нас на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 26 граждан Республики. В целом в тяжелом состоянии находится 116 якутян. Совсем недавно мы получили в нашем учреждении здравоохранения, получили дополнительные партии, новые партии лекарственных препаратов. Они распределены не только в городе Якутске, но и во всех районах Республики. В связи с чем дальше продолжаем оказывать медицинскую помощь в полном объеме в соответствии со стандартом. На территории Республики продолжается достаточно активно на настоящий момент процедура вакцинации населения. Непосредственно нужно обратить внимание, что сегодня анализ тех, кто приходит на вакцинальные участки. Это экспертное мнение, которое спрашивают и наши медицинские работники. Хотелось бы поблагодарить граждан за то, что они уже начинают приходить на вакцинальные участки, исходя из собственного убеждения о необходимости защиты от новой коронавирусной инфекции. Ну и, конечно, для многих стимулом является и наличие ограничений в виде QR-кодов, которые стимулируют приход на непосредственно вакцинальные участки. Сегодня 465 тысяч 6 граждан, то, что составляет 64,8% от взрослого населения Республики, прошли первую вакцинацию. В целом необходимо обратить внимание, по Российской Федерации мы находимся в 15 первых субъектах Российской Федерации по первой вакцине. И по второй вакцине примерно в этой же категории граждан по Дальнему Востоку выглядим также не самыми худшими, вторыми по количеству и по процентовке от получивших вакцину. Но мы понимаем, что очень важно, чтобы сегодня в каждом населенном пункте как можно больше было провакцинировано людей. Необходимо обратить внимание и поблагодарить ряд глав муниципальных образований. Особенно я бы сегодня хотела выделить главу Хангаласского УЛУСа Олега Валерьевича Еринеева, у которого уже в 8 муниципальных образованиях практически провакцинировано все взрослое население. И, соответственно, это дает и результат ему в целом для такой вот уверенности, в общем, такой вот безопасности, да, само, но есть в том числе и населенные пункты в Хангаласском УЛУСе, в котором небольшое количество. Необходимо сказать, что у нас сегодня особое значение имеют граждане, которые старше 60 лет, их провакцинировано всего 90 тысяч граждан. Но еще хотелось бы еще раз обратиться к детям, к сестрам, к братьям, кто имеет старших, сестер, родителей, бабушек и дедушек. Сегодня другого способа, кроме вакцинации, нет. Особенно она необходима для тех, у кого ослабленное здоровье. А особенно необходимо, кроме того, хочу обратить внимание, что сегодня повышены темпы вакцинации в Алданском, Ленском, Намском, Нюрингринском районах и городе Якутске. И, соответственно, это сказывается сразу и на ситуацию в наших и больницах, и на состоянии граждан. Отстающим является Чуропчинский УЛУС. Очень не хотелось бы, чтобы близкие соседи для нас, для всех, находятся он далеко не на севере, находятся он в центре Якутии. И хотелось бы, чтобы и там люди тоже пришли на вакцинацию, потому что только так сегодня можно противостоять инфекции.